Тумсо, ассаламу алейкум из Грозного. Как вы относитесь к христианам и русским людям в частности? Тумсо, Катыров сказал, что враньё, то, что на тебя с молотком напали, ты быстро восстановился, это вызывает подозрения. Что скажешь по этому поводу? Вот это и есть их сущность. То, что я себе никогда не позволю, это переходить на их матерей, на их родителей. Никогда я себе этого не позволю. Тумсо, ассаламу алейкум из Грозного. Как вы относитесь к христианам и русским людям в частности? Я ко всем людям отношусь нормально. Я людей не разделяю по национальному признаку. К людям другой конфессии я отношусь как к людям другой конфессии. Христиане, иудеи или в принципе атеисты, неважно. Ко всем людям по умолчанию отношение нормальное, доброе. По умолчанию, понимаете, это умолчание. Для того, чтобы ты к человеку стал относиться плохо, он должен быть преступником каким-нибудь, или совершать что-то отвратительное, чтобы у тебя к нему изменилось отношение. А так, в целом, ко всем людям отношение должно быть нормальное. И это должно быть умолчание. А не так, что я ко всем отношусь плохо, кроме избранных людей. Нет, конечно. No name. Почему бы с этой иллюзейкой не выйти на прямой эфир и не опустить его за свои необоснованные слова? Потому что нет в этом никакого смысла. Он является пешкой в этой системе. И им бы хотелось, наверное, чтобы я занимался вот этой вот ерундой, делал эфир с этими пешками. Я лучше сделаю эфир вообще с обычным рядовым человеком, с Чечни, который топит за Ахмат Сила. Я лучше сделаю с ним эфир. Конкретно с этим человеком. Он никто. Не пропагандист, никто. Но просто, допустим, обманутый. Думает, что это вот какая-то стабильность. У нас в республике что-то хорошее. Я лучше с ним сделаю эфир. А этих, таких пропагандистов, я считаю, что они недостойны того, чтобы с ними выходить в эфир. Я провел, наверное, достаточно эфиров с его прихвостнями. Даудовым, Умаровым, Джамбоксом. И также я провел эфир с Шевченко, Максимом. Но он не относится к категории прихвостнями Кадырова. Ну, потому что этот человек все-таки не из этой среды. Я думаю, что этого достаточно. Я после этого сделал вызов Кадырову. Сказал, что давай. Если ты, раз уж ты постоянно высказываешь свои понты, говоря, что мы любому готовы часами доказывать, мы там обоснуем правдивость своего пути, правильность своего пути. Я говорю, давай тогда выйди со мной в эфир, докажи мне. Не часами. Мы с тобой побыстрее, я надеюсь, управимся. Часа полтора, может быть, два проведем с тобой эфир. Попробуй доказать мне. Но Кадыров не рискнул. Он не стал это доказывать мне. И поэтому с его, с такими пропагандистами, я разговаривать не буду, проводить с ними эфир. Если он захочет выйти в эфир, пока еще я этого хочу, то с ним мы проведем эфир. Возможно, что придет тот день, завтра уже. Возможно, завтра я уже не захочу с ним проводить эфир. Такое тоже возможно. Как это было с Даудовым. Даудовым я провел два эфира. На третий раз, когда он захотел со мной провести, я сказал, что нет, чувак, больше ты неинтересен. Я тебя отработал, и теперь ты уже отработанный материал. Я тебя перешагну. Точно так же, возможно, и Кадыров завтра будет уже неинтересен для того, чтобы проводить эфир. Поэтому пока он интересен, он может воспользоваться этой возможностью. И интересен он не как личность. Плевать, я не хотел на него как личность. Он сейчас просто интересен как человек, стоящий во главе всей этой преступной группировки. И интересен он потому, что лично к нему у меня есть вопросы. Конкретные вопросы по конкретным его заявлениям. Я могу, готов уткнуть его в свои же противоречия. И он это прекрасно знает. Он знает, что он не вывесит этот разговор. Он это прекрасно понимает. И Даудов, Умаров, это были его такие торпеды, которые он пропустил, на них посмотрел. Каково это будет поговорить со мной. И там он убедился, что не получится у него разговора. Не получится разговора, когда его будут слушать. Когда он сможет часами там кого-то грузить. И с опущенными головами там будут ему кивать. У него не получится. Ему будут задавать вопросы, очень неудобные вопросы. Где-то будут очень жестко его критиковать. Он это понимает. Он это увидел. Поэтому сейчас он, конечно, никогда не рискнет выйти со мной в эфир. Томсок, когда ты рассказал, что вранье, то, что на тебя с молотком напали, ты быстро восстановился, это вызывает подозрения. Что скажешь по этому поводу? Да, это действительно заслуживает внимания, когда человек, рассказывавший нам о том, как он разогнал полторы тысячи воинов, вот так вот. Как он один там куда-то в Биной на какое-то совещание муджаидов приехал. И прочее. В общем, человек, рассказывавший вот эти вот истории, когда он удивляется тому, как быстро я восстановился после удара в молотком по голове, это действительно стоит того, чтобы на это мы обратили внимание. Наверное, им не хотелось, не то чтобы не хотелось, чтобы я быстро восстановился. Они-то вообще желали, чтобы я погиб в этот день. Они-то прислали этого киллера для того, чтобы я больше не разговаривал вот здесь в эфире. Для того, чтобы закрыть мне рот, он был прислан. Поэтому, когда Кадыров говорит, смеется над тем, что я быстро восстановился, на самом деле в нем огромное огорчение в его сердце. И за то, что я восстановился, и за то, что я в тот день не погиб. А то, что восстановился, ну, алхамду лилла, хвала Аллаху, что я восстановился, и это все обошлось без каких-либо серьезных посредств, и для моего здоровья. Хвала принадлежит Аллаху. Если Кадыров говорит, что тебя не били молотком, значит, он владеет всей информацией в действительности. Это комментарии от Даудова, что ли? Он сказал ровно то же самое, когда я спросил его, твой падишах назвал меня незаконнорожденным, тем самым оскорбив мою мать. На что Даудов сказал, если он так говорит, значит, он обладает какой-то информацией. Настолько недостойнейшие люди. Вот это и есть их сущность. То, что мы, то, что я себе никогда не позволю, это переходить на их матерей, на их родителей. Никогда я себе этого не позволю, потому что, ну, я не так воспитан. Я понимаю, что родители не несут ответственности за своих детей. Я, даже если бы они несли эту ответственность, даже в этом случае я бы никогда не посягнул бы там на их порядочность, сказав, что они нагуляли их и так далее. А вот эти люди, называющие себя хранителями Корана, служителями Ислама, защитниками сунны и мусульман, эти люди могут себе это позволить. Для них это нормально. Я из Казахстана. Как только у нас изменится форма правления, приезжай, мы не выдадим тебя властям Чечни. Живи тут, иншаллах, не дадим тебя в обиду брату. Хасан, когда у вас изменится форма правления, тогда и поговорим об этом. Иншаллах. Тумсо, у тебя раньше футболки были с рекламой канала, с надписью Абуз Адам, когда ты их продашь. Я у тебя еще тогда просил продать. Я их выбросил, они испортились, пришли в непригодность. Тумсо, привет. Назови развитую страну шариатской формой правления. К сожалению, нет такой страны, которую можно было бы сегодня назвать развитой, чтобы в ней была шариатская форма правления. На сегодняшний день такой страны не существует. Я бы очень хотел, чтобы такой страной было наше государство. Но наше государство сегодня вообще оккупировано. Россией мы не то что на развитость не можем претендовать. Нам бы пока освободиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова